Слава Господу! Слава Господу! Знаете, у меня чудесная команда в группе прославления, потому что у меня есть Ира и у меня есть Вика. Ира, это имя означает мир, спокойствие. А ты знала, Ира, об этом? Это несущая мир, да. А Вика, это виктори, это победа. Так что у меня хорошие комплекты. Но мое имя Александр, это значит защитник. Так что Господь дает нам мир, Он дает нам победу и дает нам защиту. Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Богу! Хорошее время! Мне очень понравилась проповедь, которая прозвучала у нас. Сус епископа, воскресенье. Слава Господу! Это хорошо, когда у нас звучат такие вдохновляющие проповеди. И действительно, знаете, подымает дух, потому что назидание приходит, ободрение приходит. И ты ощущаешь церковь, то, что здесь живая церковь. Бог оживляет нас через Слово Твое. Он дает нам жизнь. Когда приходит Слово, то Божье Слово, тогда приходит жизнь. Это хлеб жизни, да, Слово Божие. Иисус, Он говорил, у меня есть пища, да, у меня есть кое-какая пища, о которой вы не знаете. Ученики ходили с Иисусом Христом, но они не знали о той пище, о которой говорил Иисус. Вот. Эта пища есть Божье Слово. Господи, дай нам Твое Слово, да, нам нужно Твое Слово на каждый день. Хлеб наш насущный, да, подавай нам на каждый день, так молитве очень наш. Нам не просто нужно читать Библию, нам нужно иметь живое Слово от Бога. Нам нужно получить Рэма, и мы можем получить его через исключение Писания, мы можем получить Эта Рэма через молитву, через поклонение Богу. Когда мы говорим, Господь, яви нам откровение, покажи мне Слово, дай мне Слово, которое мне нужно услышать сегодня. И это Слово может сделать весь твой день. Аминь. Потому что если нет Слова, то тогда мы не сможем двигаться, мы не сможем быть производительными, мы не сможем быть эффективными, потому что только Слово, оно приносит нам жизнь. Оно питает наш Дух, оно дает нам прорыв духовный. Поэтому те христиане, которые не считают Божье Слово, они не будут иметь рема. Вот. Иисус сказал, исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь. Аминь. Жизнь. Вы думаете через Слово Божие иметь жизнь. А это Писание свидетельствует об Иисусе Христе. На страницах Библии мы находим не просто Слово, мы находим Божье Слово, мы находим Откровение, мы находим рема. Это то Слово, пророческое послание, которое Господь говорит в твою жизнь. И очень важно получить это Слово, чтобы двигаться нам, чтобы нам знать, куда нам двигаться. Нам нужно двигаться в духе пророчествами. Мы не просто перечитываем главы за главами. Мы не просто делаем какой-то спорт. Мы не делаем для того, чтобы сказать, о, я прочитал Библию за год. Мы читаем Божье Слово, мы вникаем в Него для того, чтобы Бог Духом Святым вел нас, направлял нас. И потом в одно мгновение вдруг раз приходит это Слово. Оно приходит тебе вот просто как вспышка света. Оно приходит тебе в твое сердце. Это как спонтанное что-то приходит в твое сердце. И это может очень помочь тебе выработать духовную стратегию, как тебе поступать в обстоятельствах нашей жизни. Обстоятельства нашей жизни, они постоянно делают нам вызов. Это вызов для нашей веры. Они испытывают нас. Это как Голиаф, который пришел к тебе. И тебе нужно иметь откровение, что ты с Богом, что Дух Святой почивает на тебе. И ты можешь одержать победу над этим врагом. И ты с именем Господа идешь в этот день. Ты идешь как победитель. Ты идешь как глава, а не хвост. Аминь. Ты идешь в этот день как человек, который имеет духовное превосходство в этом мире. Бог дает тебе опору, на которой ты можешь опереться. Божье Слово, пророческое послание в твою жизнь. Слава Господу! Очень важно для проповедников иметь Слово. Потому что это Слово нужно как пища для церкви. Слуге Божьему нужно подавать пищу вовремя. И я, когда прихожу к Богу, у меня ничего нет. Я говорю, Господь, мне нужно Слово. Я не знаю, о чем мне говорить. И потом, знаете, Бог, Он дает Слово. Приходит вот эта мысль. И Господь говорит, открой вот этот файл. Это то, что тебе сегодня нужно поговорить про это. И сегодня я хотел бы поговорить на тему, чтобы нам стать как дети. Я думаю, что мы давно уже не слышали эту тему. Стать детьми. Я хотел бы попросить о том, чтобы... Володя, у меня там, на моем велосипеде, да, там есть такая бутылочка с водой, черненькая такая, под стаканечки. Принеси мне, пожалуйста. Слава Господа. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Аллилуйя! Слава Господу! Да. Извините. В мире взрослых, да, людей бывает очень сложно построить отношения. И всегда существует какое-то напряжение. И оно связано с тем, что возникает потребность в структурировании тех организаций, тех взаимоотношений, которые у нас есть в обществе, да. Вот мы пришли в школу, да, бывает класс, замечательно, хорошие отношения. Бывает очень сложный коллектив. Бывает, мы приходим на предприятие, на работу, да, очень трудно сработаться в коллективе, очень тяжело приходится в отношениях. И вот именно отношения, я давно уже это заметил, самое сложное на работе. Не так сложная работа, да, как сложные именно отношения. Когда мы говорим сегодня о церкви, то здесь то же самое, а здесь есть структура, здесь есть взаимоотношения. И опыт жизни наш говорит нам о том, что они не всегда простые, эти наши отношения. И мы видим, что ученики, ученики, они пришли к Иисусу, и вот они задают ему вот этот вопрос. Кто больше, да? Вот они хотели разобраться, кто из них самый больше? Кто главнее, да, из всех их? И вот у них другого опыта не было, да, кроме земного опыта. И вот они, как бы, исходя из своего опыта, они хотели понять, как вот в Царстве Небесном вот это все работает. Кто в Царстве Небесном на самом деле больше? Или кто главнее в Царстве Небесном? И вот между ними вот были вот такие вот какие-то, знаете, споры, непонимания. И, конечно же, они хотели, чтобы Иисус ответил им вот на этот вопрос. И Иисус, да, вот Он им, и Он им потом, Он говорит, это Евангелие 18, 3-4, да, вот я в новом переводе вам сейчас прочитаю. «Говорю вам истину», – сказал Иисус. «Если кто не изменится и не станет таким, как маленькое дитя, то он никогда не войдет в Царство Всевышнего. Поэтому кто смирит себя и станет таким, как это дитя, тот и сам, тот и самый великий в Царстве Всевышнего». То есть, кто смирит себя и станет таким, как это дитя, тот и самый великий в Царстве Всевышнего. Вот Иисус сказал, вот такой вот урок рассказал, да. И вот когда мы сегодня смотрим на физические пропорции, да, взрослого человека и ребенка, то мы сразу видим, кто больше и кто важнее. Там идет папа, да, с ребенком. Мы видим, кто больше, папа больше, да, ребенок меньше. Папа главнее. Вот. Ребенок в подчинении находится, должен в послушании быть, да. И вот Иисус, Он как бы взламывает вот эти понятия, да. Я не говорю о том, что мы не почитаем родителей, но как в Царстве Небесном все интересно вот устроено. Иисус говорит о духовных вещах, которым мы должны научиться. Вот. И взрослые, вот мужчины, представим, да, они смотрят сверху вниз на этого ребенка, а ребенок смотрит снизу вверх на них. Ребенок доверчиво откликнулся на призыв Иисуса. Иисус говорит, подойди ко мне. И ребенок подходит. Я не знаю, знал ли этот ребенок Иисуса, но я думаю, что Иисусу стоит доверять. Аминь. И вот этот ребенок, он просто доверился Иисусу и подошел. И там вот были эти мужчины. Серьезный вот такой вот разговор. И обратите внимание, что ребенок ни на что никогда не претендует, да. В мире взрослых он ни на что не претендует. Ему не нужно никакое лидерство. Он не рассчитывает на лидерство никакое. Он понимает, он осознает свое положение, то, что он не является главным. Он в мире взрослых не является главным. Потому что он маленький, и у него нет амбиций. У него нет вот этого, знаете, порой соперничества, которое возникает у взрослых. И вот Иисус, он показывает это ребенка, показывает этого ребенка для взрослых этих мужчин, для того, чтобы они что-то поняли. И, знаете, вообще, я думаю, что это просто такой классический случай, если так можно его назвать, когда доверчивый ребенок подходит к Иисусу и просто находится в его присутствии. И, может быть, этот ребенок не до конца все понимает, но все то, что у него есть, это доверие Иисусу. Все, что нужно нам от Иисуса, это тот покой, который исходит от его сердца. Это любовь и опыт, да, познание того, что мы находимся в совершенной защите. Вот я думаю, что вот это самое важное, самое ценное, что мы можем почерпнуть от того, когда мы находимся в присутствии Иисуса Христа. Нам не нужно, знаете, какие-то ставить такие высокие, какие-то, как это можно правильно, строить какие-то дальнейшие перспективы. Помните, когда мать Завидеева подвела Иакова и Анна, сыны Громовые такие были, Громовые сыны, да, как их называли. Вот, она говорит, позволим, чтобы они были в Царстве Твоем по правую и левую сторону. Вот, они уже, понимаете, они уже решали свои вопросы, кто тут главнее, кто будет в Царстве Небесном более важным. Вот, а Иисус, Он дает им другой урок. Он им говорит, что нужно стать меньше, уменьшиться, нужно в объемах стать меньше. И мне вот понравились вот эти вот слова «измениться» и «смирить себя». Вот нам нужно измениться и смириться для того, чтобы стать ребенком. вообще нужно осознать свою вот эту необходимость и изменяться. Изменяться никогда не сходит с повестки нашей христианской жизни. Мы должны всегда изменяться. Ты не должен быть точно таким же, каким ты был 10 лет назад. Ты должен изменяться. И как у нас обычно бывает, мы доходим до какой-то точки и мы дальше перестаем двигаться. Мы перестаем расти. Мы перестаем развиваться, получать новые знания. Мы перестаем двигаться дальше. И, увы, так бывает, что люди закончили учиться в школе, перестали развиваться и изменяться. но, когда мы говорим сегодня о детях, то мы говорим о постоянном росте. Дитя, он всегда растет, он развивается, у него есть рост, он никогда не останавливается. И поэтому Иисус, Он говорит, не останавливайся в твоем росте, постоянно изменяйся, возрастай, образовывайся, изучай. Ты не должен быть таким, как вчера. Тебе нужно делать постоянно шаг вперед. Знаете, взрослый человек это человек сформировавшийся. Как обычно мы думаем, что все, вот ты дорос до какого-то определенного периода, у тебя есть какая-то, знаете, своя планка, свое понимание, и вот это очень мешает нам развиваться и расти дальше. Это мешает нам образовываться. И когда ты достигаешь какой-то определенной планки в своей жизни, знаете, когда ты ощутил уже потолок, вот это очень такое опасное положение, потому что ты остановился, ты не растешь, ты деградируешь. Знаете, вот когда кто-то привел пример, когда мы поднимаемся вверх, нету такой точки, где бы ты мог остановиться и просто стоять, ты скатываешься вниз. Либо ты двигаешься вперед, либо ты деградируешь. И поэтому очень важно каждый день нам принимать решения, чтобы развиваться. Сегодня я вижу столько много материалов для того, чтобы мы могли развиваться, столько много духовной христианской литературы. Один раз со мной произошел такой, знаете, случай, когда я понял, что я застрял. Я вдруг осознал, что я пою старые песни, которые мы поем уже по лет 20-30 лет. В них нет ничего плохого. Это замечательные христианские псалмы, на которых мы росли. Но я не могу их петь еще столько же лет, потому что Божье Слово говорит, пойте Богу новую песень. И у меня просто, знаете, пришло понимание, и я верю, что это пришло от Господа, что мне нужно учить новые псалмы, и мне нужно развиваться в плане музыкальном, в плане духовном, в плане поклонения. И я понял, что мне нужно больше знаний, мне нужна литература, мне нужны какие-то материалы, мне нужны опытные люди, которые продвинулись в этом, и я хочу образоваться в этом. И вот поэтому, когда мы говорим сегодня об царстве небесном и о детях, которыми мы должны стать, мы говорим сегодня о том, что всегда существует рост, мы изменяемся не в худшую, а в лучшую сторону, да, мы преобразуемся, мы учимся чему-то новому, да, мы получаем что-то новое, и мы не застряли в прошлом, мы двигаемся вперед. Апостол Павел сказал, я не почитаю себя достигшим, да, я не считаю, что уже наступил мой потолок, я не считаю, что я уже дошел до финиша, потому что я хочу забыть уже заднее, я хочу двигаться вперед, я хочу познать Иисуса Христа, познать Его больше, чем я знал Его когда-то раньше, аминь, ему нужно больше познать Иисуса, да, тот Иисус, которого мы знали, это здорово, но я считаю, что Иисус это та личность, она непостижимая, Иисус это сама жизнь вечная, Иисус это сама вечность, и поэтому мы не можем ограничивать Иисуса, того Иисуса, который был вчера, мы познаем Иисуса, мы обновляемся в познании Его, мы преобразуемся в познании Его, и таким образом, познавая Иисуса, изменяемся мы, чем больше ты узнаешь Иисуса, тем больше это изменяет тебя, в познании к римлянам 12 глава 2-3 написано «И не сообразуйте с веком сим, но преобразуйте с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И вот так интересно, тут же «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Смотрите, не сообразуйте с веком всем, но преобразуйтесь. То есть, что такое сообразоваться с веком этим? Значит, иметь похожесть, быть подобным, быть подобным этому миру. Да? То есть, то, как мы привыкли жить до того, как мы обратились ко Христу. Вот это значит сообразоваться с веком си. Это то, какие мы были до того, как познать спасение во Христе Иисусе. И вот нам нужно не сообразовываться, не жить так, как мы жили раньше, но преобразовываться обновлением ума вашего. И это нужно нам для чего? Нам нужно для того, чтобы познавать волю Божию. Волю Божию. Преобразование, обновление. очень схожий процесс с ростом детей, да? Когда ты дитя, то ты растешь, ты обновляешься, ты образовываешься. И вот когда вы увидите дитя, ему было 10 лет, через 20 лет вы можете его не узнать, потому что он все это время рос, он все время это время образовывался, вы видели какого-то пухленького мальчишку, который бегал, а потом вы смотрите на него в 20-летнем возрасте, а он метр девяносто, и ты думаешь, где этот ребенок, что от него осталось, а он просто рос. И вот в духовном плане мы точно так же мы должны преобразовываться, мы должны расти. Никогда не становись взрослым, сколько бы тебе не было, некоторые думают, когда тебе 10 лет, ты еще маленький, но когда тебе уже 20 лет, ты говоришь, не, я уже старый. Мне как-то мой сын сказал, ну, я не знаю, но он говорит, как вот чувствовать себя в таком глубоком возрасте, как у тебя, то есть, вот, понимаете, в глубоком возрасте, мне немножко так обидно было, что я в глубоком возрасте, у меня уже глубокий возраст, вот, но когда тебе 25 лет, да, вот, а к тебе подходит 18-летний, то 18-летний он смотрит на тебя, как на человека, который уже старый такой, 25 лет, вообще уже старик, а 40 лет, да, 40 лет, это уже, это все пенсия, это уже пенсия, я уже, я не говорю там, когда тебе, ну, там, 100 лет, да, хорошо, нам еще не 100 лет, вот, я хочу сказать, что, главное, чтобы ты внутри был молод, аминь, молод внутри, вот, и я ощущаю, что я еще молод внутри, меня, я не понимаю, когда мне говорят, что я старый, я не понимаю этого, я чувствую себя молодым, вот, вообще, молодость, это не цифры, да, молодость, это когда ты рожден свыше, аминь, когда ты дитя Божье, мы родились свыше, мы стали его детьми дух от духа, и вот, наше тело, оно часто не похоже на то, что происходит внутри нас, потому что внутри мы дети, я обратил внимание, сколько Иисус называет нас детьми, Иисусу вообще было 33 года, и он всегда учеников своих, довольно, вернее, часто называл их детьми, говорит, дети, еще недолго мне быть с вами, вообще, как-то неловко, когда тебя называют дети, взрослые мужчины, рыбаки, а Иисус, видите, он обращается к нашему сердцу, он обращается к нашему духу, он называет нас детьми своими, и вот поэтому сегодня нам нужно постоянно расти, планка должна быть всегда вверху, не внизу, мы еще не достигли, нам нужно еще достигать, и вот здесь вот говорится, что по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, да, нежели должно думать, не думайте себе, а как о большом каком-то, думайте себе по мере веры, будьте детьми, моя вера, я ребенок, я дитя, я Божье дитя, и ну вот всегда есть перспектива, чтобы нам возрастать, смотрите, вот, я знаю, где на клавишах пианино находится нота до, вот, я уже знаю, вот, я знаю, где нота до, но это не значит, что я стал великим пианистом, когда вы выбираете яблоки в корзине, на какое яблоко прежде вы всего смотрите, на меньшее или большее, каждый человек, он хочет себе, для себя лучшее, сесть в автобусе первым, съесть яблоко побольше, да, успеть первее, обогнать, занять первое место, быть самым важным, быть значимым, быть популярным, быть медийным, заметным, чтобы тебе ставили лайки как можно больше, вот это есть то, что мы говорим о природе человеческой, откройте сегодня инстаграм, посмотрите все свои фотографии, посмотрите публичные фотографии, на кого вы в первую очередь обратите внимание, вот стоит, много стоит людей, кого вы увидите первый раз, как выгляжу я, как смотрюсь я, так мы устроены, но тем не менее, как духовное существо, мы должны иметь другой подход, как Иисус, ничего не делайте из эгоистичных или тщеславных попуждений, не руководствуйте только своими интересами личными, но также нужно интересоваться и другими, наш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса, а как Иисус думает, какая его природа, да, у Всевышнего, и вот Господь, Он Бог превыше всех, Он номер один, Он Альфа, Он Омега, Он Вседержитель, тем не менее, написано, что Он унизил себя, принял природу раба, Он уподобился людям, Он смирил себя, и вот это очень важно, нам нужно смирить себя, смирить нашу гордыню, принцип Божьего Царства, не садись на первое место, когда ты приходишь, не садись на первое место, садись на последнее место, смирить нужно себя, иногда бывает, что люди садятся на последнее место, потому что они в бунте, но когда мы говорим о смирении, то мы говорим садись на последнее место, чтобы потом тебя повысили, в мире взрослых существует вот это, знаете, давка, существует вот это толкание, когда люди соперничают друг с другом, когда люди перестают уважать друг друга, когда они считают себя более экспертными, более профессиональными, когда они задаются вопросами, в конце концов, давайте остановимся, кто из нас тут главнее, давайте разберемся, кто у нас будет здесь босс, кто у нас вообще будет за ним последнее слово, кто у нас будет в доме тут хозяином, в Царстве Небесном, мы хотим разобраться в этой структуре, кто тут главный, Иисус берет, подвозит ребенка и говорит ему, говорит всем, если вы не изменитесь, если не смиритесь, если не станете меньше, то тогда вы не сможете войти в Царство Божие, вы не сможете войти в Него, вы не сможете быть в Нем, и вот он показывает свой пример, он сам, он унизил себя, он стал как раб, по виду стал как человек, и он был покорным даже до смерти, это тот, который дает заповеди для послушания, это тот, который начальник жизни, и он говорит, смирись, научись слушаться, научись повиноваться, стань детем, мне 60 лет, у меня красный диплом, у меня медаль золотая, я отличник в школе, я профессионал, меня уважают на работе, я заслуженный тренер Республики Беларусь по футболу, когда ты приходишь в церковь, то здесь все по-другому, тебе нужно оставить все свои взрослые регалии, тебе нужно оставить всякое тщеславие, высокомерие, свои подвиги, и научиться простому принципу быть с Иисусом, проводишь ли ты время с Иисусом, и вот этот ребенок был рядом с Иисусом, и все смотрели на этого ребенка, и они должны были чему-то научиться от него, вот этим взрослым мужчинам с басовым голосом, нужно было стать такими маленькими, как вот этот ребенок. Скромность, она всегда украшает человека, она противоположна гордости, как и смирения. Мне очень нравится, когда люди скромные, когда они не обращают на себя нарочито внимания, когда их не видно и не слышно, но Бог смотрит на этих людей. Скромность это качество человека, которое проявляется в умеренности его требований, желаний, притязаний. Скромный человек не стремится выставлять на пока свои достижения и достоинства, он сдержан и не требует к себе особого внимания. Скромность является одним из важнейших нравственных качеств человека. Противоположностью скромности является гордость, которая может проявляться в разных формах от заносчивости до тщеславия. Слово скромность происходит от латинского слова модестия, которое означает умеренность и сдержанность. В русском языке существуют такие пословицы. Скромность украшает человека. Тише едешь, дальше будешь. Высоко летаешь, низко падешь. поэтому выгоднее быть скромным. Скромность вообще это христианская добродетель. Если вы хотите быть добродетельным христианином, то нам нужно научиться быть скромными. Даже когда у тебя есть достоинства, ты никогда не будешь их выставлять на показ. Ты скромный человек. Знаете, одному брату повесили медаль «Самый смиренный брат года». И он так долго носил эту медаль, что однажды братья подошли к нему и сказали «Снял бы ты уже ее, эту медаль». И вот христианская добродетель, она проявляет вот эту скромность, незаметность. Иисус говорит «Придите ко мне и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем». Он не возопьет и не услышит голос на улицах его, да? Это не было такое, знаете, кричащий Иисус, который постоянно обращает на себя внимание. «Посмотрите на меня, я Иисус, я пришел, я пришел вас тут спасти, да? Я, 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 я тут главный, я, я». Он искал славы Отцу Своему, Он хотел прославить своего Отца. Яков 3, 14, 17, «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна и скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Вот поэтому сегодня мы говорим об этих чувствованиях, которые должны отобразиться, откликнуться в нашей новой природе, рожденного свыше Божьего Дитя. У нас сейчас будет хлебопреломление, мы приловим сейчас хлеб и вино, и мы будем делать это, размышляя о его теле, о его крови, для того, чтобы для нас это не было просто какой-то ритуал, который мы совершаем постоянно, но чтобы через этот акт хлебопреломления наш дух мог законнектиться, соприкоснуться с духом Бога живого, и вот эти чувствования, которые в Иисусе Христе, через Его тело, через Его кровь, они как бы, знаете, принтом таком, да, принт произошел внутри нас. Божье Слово говорит, когда мы взираем на славу Его, то тогда мы преображаемся от славы, от славы в славу, от славы в славу, как от Господня Духа. Дух Святой приходит, и Он, знаете, Он, вот эти простые вещи, сок, который куплен в торговом центре продуктовом, да, Он одухотворяется, потому что присутствие Духа Святого, оно наделяет смысл то, что мы совершаем сейчас. Оно имеет мощное духовное воздействие на наше сердце. Это наше отношение с Иисусом Христом. Апостол Павел говорит, да пребудет с вами благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. И вот это духовное реалии, в которых мы сегодня проживаем, мы проживаем вот эти все моменты, это не первое хлебопреломление в нашей жизни, но нам нужно всегда обновлять те отношения, которые у нас есть Господом. Вот почему мы постоянно каждый месяц, начало месяца мы делаем это хлебопреломление. Поэтому давайте мы сейчас помолимся и у нас будет играть духовная музыка. Мы будем сейчас молиться. Кто-то будет сейчас играть. Ирина, я приглашаю тебя. Сделаем Ирине гуслистский отпуск. Ирина, пожалуйста, сядь за пение. Слава Господу. Потому что сегодня у Ирины пальцы просто горели. Слава Господу. Брат Владимир, который у нас есть, он подойдет, подаст мне. У нас кто Владимир? Один Владимир, да? Дитя Владимир, подойдите, пожалуйста, дайте хлеб. Дайте хлеб народу. Да, мы помолимся. Все верно. Слава Господу. Знаете, я стою здесь не потому, что я такой гордый. Я хочу, чтобы было, спасибо, почтено имя Иисуса Христа. Когда я проповедую здесь, я хочу почтить Иисуса. Халлелуя. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое тело, за то, что оно было преломлено за нас. Благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, взял все наши грехи, и Ты умолил себя, Господь, по виду стал, как человек, и по виду стал, Господи, рабом и был послушным до смерти и смерти крестной. И мы благодарим Тебя за то, что Ты избавил нас от наших грехов, Ты избавил нас, Господь, от тех, Господи, беззаконий, от тех демонов и бесов, Ты избавил нас, Господь, от того проклятия, Господь, которое висело на наших жизнях, Ты исцелил нас, Господь, от всех тех болезней, Господь, которые у нас были и могли бы быть. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что, Господи, все это Ты перенес ради того, чтобы мы во всей полноте, Господь, пережили Твое спасение. Иисус, мы благодарим и славим Тебя. И мы, Господи Боже, в глубоком почтении мы принимаем, Господь, этот хлеб, Господь, и мы преломляем его, потому, как Ты учил учеников своих в этой молитве в присутствии Твоем Духа Святого. Халлелуя.